День за днём множество событий, но нас интересует главное, то что касается каждого, ток-шоу главная тема. Тысячи жалоб сосед на соседа ежегодно рассылаются во все службы. ЖЭУ, милицию, исполкомы, санслужбы и даже в администрацию президента в каждой кликопомощи, как решаются эти споры и кто действительно поможет вам в сложившейся ситуации. Отношения соседей правовые и личные. Сегодня это главная тема. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Ефимович. Сергей Иванович, добрый день. И заведующий отделением Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Сергей Кравченко. Сергей Владимирович, рады видеть. Начнём, пожалуй, с гимна соседским взаимоотношениям от Эдиты Пьехи. Это по-прежнему не только хит, но ещё и ярко описанная схема жизни в многоэтажке. Прямо сейчас интервью Эдиты Пьехи, сразу после чего вернёмся в студию и продолжим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседи не знали и не верили себе, Что у нас сосед играет на кларнете и трубе. В одной коммуналке были чудесные соседи, А во второй коммуналке была одна женщина, Которая очень меня третировала. Просто, да, ужас. Потом выяснилось, что она просто больная. Базедовая болезнь у неё была. И я так про себя подумала. Только сильно умею прощать. Но вскоре как-то посчастливилась, и нам хватило дали. Рядом с этой соседкой плохой была семья простая, семья рабочих. И она всегда... Я прихожу с концерта поздно. И на моём столе записочка. Эдита, я сварила суп, на вас тоже хватит. Угощайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас я живу в Садоводске. Я построила себе маленький домик. Это не дача, но не вилла. На виллу я не протянула, а потом скушно было бы заблудиться. А у меня хороший домик, комната, все удобства. И соседи мне приносят то огурцы, то помидори, то петрушку, то ещё что-то. У нас теплица всё растёт, а у нас только цветочки. Я говорю, да, она больше меня не хватает. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это главная тема, и мы продолжаем. Тысячи жалоб соседно-соседа ежегодно рассылаются во все инстанции. В ЖЭУ, милицию, исполкомы, санслужбы и даже в администрацию президента. Каждая с кликом о помощи. Как решаются такие споры? И кто действительно поможет вам в похожей ситуации? Отношения соседей правовые и личные. Сегодня это главная тема. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По конфликту с латинского языка в переводе, это столкновение. Столкновение разноправленных потребностей, столкновение интересов, ценностей, разных взглядов. И, собственно говоря, на стадии возникновения столкновения разных интересов. Например, я пришла с работы, я уставшая, я хочу отдыхать, а в это время у соседей громко музыка. И кто его знает? Может быть, собственно говоря, эта музыка громкая в связи с тем, что он действительно сделал на полную катушку. А может быть, потому что именно я устал в этот момент? Может быть, потому что я устала, да. А может быть, потому что стены тонкие в связи с новыми технологиями. В общем, здесь больше вопросов, чем ответов. И все же семья вселяется в многоэтажку. Ваш совет, как найти общий язык с соседями? Ну, я думаю, все зависит от настроения тех, кто вселяется. Доброжелательное отношение, приветливость никто же не отменяет. И, собственно говоря, конфликт можно избежать, если начинать с профилактики конфликта. То есть это знакомство в лифте, на лестничной клетке. Это, может быть, предупреждение соседей перед каким-то громким, шумным, очень хорошим мероприятием. Но оно может затянуться там допоздна. И если вы предупредите соседей, это уже, ну, знаете как, 50% успеха. Воспитывайте в себе дипломата, советует психолог Елена Юрченко. Огромное количество звонков ежедневно поступает в оперативно-дежурную службу ОВД. Это же еще и хорошая возможность, прислушавшись к этим звонкам и звоночкам в прямом переносном смысле, возможность предотвратить насилие в семье, раскрыть точку притона. Да, для гостей, для телезрителей немножко поясню, что специальная служба милиции 102 организована на базе ОВД. И именно туда собираются все звонки и обращения граждан по номеру 102. По номеру 102 данная служба обеспечивает город Гомель и Гомельский район. Также в каждом территориальном районном ОВД имеется такая же специальная линия 102. Эти линии создаются с учетом количества населения. В Гомеле стоит шестиканальная служба, то есть одновременно могут дозвониться шесть абонентов на телефон 102. Ну, и из 100 тысяч населения она, как правило, формируется. И дальше оператор, принимая сообщение, работает с информацией о происшествии. То есть это устная любая информация, поступившая по каналам связи. Мы ее регистрируем и направляем по территориальному признаку. В тот РУВД, на территории которого совершено то иное происшествие. Александр Михайлович, часто ли вот такие с виду безобидные звонки о том, что соседи шумят, слышны крики, повышенный шум, являются действительно сигналами к тому, что в данном случае семейный скандал и насилие в семье здесь, возможно, притон? Часто вот выезжали за одним, а наткнулись на более серьезную проблему? Часто имеют место такие случаи, когда эта информация, как я говорил раньше, регистрируется, организовывается выбытие сотрудника, который осуществляет визит и уже по месту разбирается. Нередко, когда заявляют о семейном скандале в соседней квартире, а там что-то происходит серьезное. И своевременное информирование органов внутренних дел зачастую могут избежать более серьезного конфликта, когда раскручивается, может дойти до преступления. То есть своевременное реагирование на него может предотвратить действительно серьезное бытовое преступление. Олег Викторович, а как насчет тех самых съемных квартир? Наверняка именно они зачастую являются очагом раздражения тех же соседей. Ну да, безусловно, это является одним из, скажем, таких факторов, которые дают статистику по нарушениям правил проживания. Но тем не менее, понятно, что молодежь и люди снимают немножко там иногда и повеселиться. Но я вам скажу, что довольно большой вклад вносят и, скажем, и обычные квартиры, где люди проживают на постоянной основе. А что касается съемного жилья, то собственник, а также те, кто нанимает жилье, в том числе и на сутки, несут такую же ответственность за правила пользования этим помещением. То есть они также могут быть в случае нарушения привлечены к ответственности. Но в момент празднования в съемной квартире хозяина чаще всего нет. Как он может предотвратить? Здесь хозяин не предотвратит. Здесь есть правила, которые, в принципе, они действуют давно, механизм. В рабочее время службы ЖКХ можно обратиться в службу ЖКХ. Придут службы ЖКХ и составят протокол по данному факту. Если это в ночное время, например, то приезжают сотрудники милиции, составляют рапорт, и потом это уже передается на рассмотрение или в службу ЖКХ по принадлежности, или это ЖСПК, или частный сектор. Это передается уже, соответственно, в администрации районов. То есть этот механизм действует, и также можно воздействовать на квартиры съемщиков, которые снимают посуточные, а также на квартиры с датчиков. Александр Михайлович, какой процент звонков именно связан с проблемными съемными квартирами, особенно квартиры посуточные, которые сдаются? Мы такую статистику не проводили, но в целом сейчас в среднем, в зимнее время суток, в среднем за сутки поступает 150-200 сообщений. Где-то около 10% связаны с нарушением добрососедства или норм общежития, и, как правило, и семейными скандалами. Мне подсказывают, у нас есть мнение и вопросы из зала. Предлагаю выслушать. Пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Ситуация такова. Сверху соседей сделали перепланировку. В результате внизу проживающие соседи постоянно слышат охи, вздохи и не только. Поэтому очень прошу помочь, что можно сделать в этом случае. В первую очередь, при перепланировке необходимо разработать ПСД. Она должна пройти экспертизу, в зависимости от каких-то стены сносятся. А если происходят такие случаи, то, конечно, необходимо обратиться во служивающую организацию, то есть это или ЖКХ, или, может быть, товарищесособственников, с тем, чтобы пришли и проверили законы с данной перепланировки. Ну и там уже все на месте будет выявлено. Причем, если говорить о проблематике, не всегда нужно снести стену для того, чтобы слышимость в квартире, к примеру, ниже была повышенной. Часто просто неправильно положен тот же ламинат. Ну, головое покрытие неправильно установлено, то есть с нарушением каким-то. Поэтому в каждом случае необходимо разобираться индивидуально. Сергей Владимирович, часто ли специалистам вашей службы приходится реагировать на подобные звонки? Конечно, если дело касается влияния шума на здоровье, нужно оценить соблюдение генических нормативов. В том или ином случае, то тут без лабораторных замеров не обойтись, и мы, конечно, выезжаем. Нормативы Министерства здравоохранения не распространяются на звуки и шумы, связанные с жизнедеятельностью населения, равно как и животные, то есть могут вызывать дискомфорт, какое-то громкое хлопание дверями. То есть этот момент нельзя пронормировать, но, в принципе, тут и не нужен протокол лабораторных исследований для того, чтобы решить этот вопрос. Здесь достаточно разбирательства, служебные экспертизы сотрудников ЖЭУ и милиции. Этот вопрос я задаю от имени человека, который не смог прийти на эту передачу. Значит, он проживает с семьей в кооперативной квартире. И его претензии таковы, что им, жильцам этой кооперативной дома, приходится оплачивать квартиры, которые жильцы сами не оплачивают. То есть платить, другими словами, приходится платить за долги соседей... Да, за долги соседей, которые они оплачивают. Значит, председатель этого кооператива разносит, как бы, по всем жильцам ту недостающуюся сумму. Ну, хотя бы это и 2 рубля в месяц. Но почему те платильщики, которые добросовестные, платят, они добросовестные, как говорится, и ничего не оплачивают? Как можно заставить, как можно решить вопрос с теми в кооперативных, в данном случае, домах и квартирах? И вообще, насколько это правомощно? Здесь я хочу объяснить ситуацию. Она возникает часто, потому что председатели ЖСПК, товарищи, собственно, зачастую какие-то, ну, расходы, которые, вот, посвящение месту общего пользования, нельзя оплатить. Они, как бы, разносят эти на всех жильцов суммы. Но это, опять же, идет только в добровольном порядке и после собрания, где было принято такое решение большинством голосом. Что касается начисления оплаты, то сегодня действует система ИС-расчет, которая четко отражена через уполномоченных все те жилищно-коммунальные услуги, которые оплачивает человек. Независимо от того, проживает он в ведомственном жилищном фонде, в ЖСПК или в тех домах, которые находятся на обслуживании ЖКХ. То есть это не общая сумма, а видно, сколько ты за вывоз мусора заплатил, за тех обслуживания. Да, это все суммы для всех равны. Что касается дополнительных платежей, еще раз повторю, которые в ЖСПК могут быть, они допускаются. Это может быть по решению большинства жильцов ЖСПК, и это уже идет как дополнительная услуга, они могут ее оплачивать. Ну а если это не принято на собрании, если нет такого решения, то они эту услугу могут не оплачивать. И пеня не будет назначаться? Я слышала, что у нас в Белоруссии сегодня обсуждают возможность закона о запрете сдачи на сутки жилья в многоэтажках. И так ли это? Такой законопроект был рассмотрен, то есть его рассматривали, однако он был отклонен. С одной стороны, это серьезный бизнес и поступления, те же поступления налогов, но все-таки огромное количество жалоб, как быть? Ну, оно не такое огромное количество жалоб, здесь мы немножко уже, конечно, преувеличим на самом деле. Но если человек, законопослушный гражданин, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, платит налоги, то он вправе сдавать по суткам эти квартиры. Ну, есть какие-то определенные ограничения, в том числе правила содержания жилых помещений, а также там есть ограничения, что, к примеру, не менее 6 метров на одного, которому сдают и так далее. Но на сегодня этот закон принят, и это действует, и люди будут сдавать на сутки жилье. Я все-таки хотел бы обратить внимание, что проблема-то состоит не в том, что касается найма жилого помещения на сутки, а конкретно межличных отношений, цели съема этого жилья. Потому что в общем масштабе той деятельности, которой занимаются предприниматели, я думаю, что конфликтные ситуации составляют достаточно незначительное количество. И здесь примеры только, они звучат негативные, а о позитивах-то никто не говорит. То есть вот эту статистику итоговую ведь достоверно никто не знает. Поэтому, да, есть в том числе и обращения, которые касаются снятия тех же квартир на сутки для праздничных каких-то мероприятий. Как правило, наверное, в этой связи и обращаются те же соседи, которые не могут уснуть. Но и на сегодняшний день есть правовые рамки, которые четко определяют дозволенность поведения, что есть такое дневное, ночное время, процедурные вопросы, связанные со съемом того же жилья. То есть если люди имеют какую-то проблему, то даже существующий механизм, он достаточен для того, чтобы в правовое поле ввести тех людей, которые пытаются как-то выйти за его рамки. С одной стороны, меня, допустим, как квартиросъемщика, можно понять. Я заплатил деньги и хочу провести праздничный вечер в этой квартире, допустим. Но меня же, как соседа снизу или сверху, можно понять. Я в своей квартире хочу в 11 лет спать. Все верно. Но твое право на съем жилья ограничено правом соседа на спокойный сон. То есть в этом случае... И до тех пор, пока вы права друг друга не нарушаете, все хорошо. Мне дам самое время рассказать о своеобразном регламенте жизни среди соседей. Если вы живете в многоэтажке, то в будние дни вы обязаны, Олег Викторович, продолжите. Мы обязаны руководствоваться правильно пользователями жилыми помещениями и правилами содержания жилых и нежилых помещений. То есть там указано довольно много обязанностей. То, что можно, то, что нельзя, например, то, что нельзя, что мы обсуждали, курить в местах общего пользования. То, что нельзя, значит, шуметь, создавать шум. Также четко написано, что, например, с 23.00 до 7 утра запрещается создавать шум и вибрацию в жилых помещениях путем. Ну, то есть нельзя играть на инструментах музыкальных, петь, какие-то работы выполнять погрузочно-развызочные и так далее. То есть также вот хочу обратить внимание, что очень много вопросов связано с ремонтом. Когда проводится ремонт жилых помещений, это тоже есть нормативный документ, который определяет, что работы можно проводить, начинать не ранее 9.00 утра и заканчивать не позднее 19.00. То есть, опять же, не создавать шум и вибрацию в это время. Вот это, что касается работ и то, что касается совместного проживания. Вот в эти рамки можно все делать, скажем так, в рамках закона, опять же. Все, что касается, люди должны отдыхать. Поэтому здесь четко прописано, есть правила, которыми все должны руководствоваться. Если говорить про выходные дни, здесь вообще табу на шум? Да, работы выполнять в выходные и праздничные дни ремонтно-строительные запрещены. Александр Михайлович, обсуждаем мы достаточно много правовых вопросов. И я уверен, что у многих возникает свой вопрос. В какой же момент стоит все-таки обратиться к сотрудникам милиции за помощью? К сотрудникам милиции нужно обращаться за помощью, если в той или иной квартире, вы знаете, что создается реальная угроза жизнью и здоровью граждан. Я думаю, что если все-таки кто-то незаконно производит шум в виде ремонта, либо играния на каком-то инструменте, не стоит это делать экстренно. Можно обратиться и в рабочее время в службу ЖКХ. Но если, как мы уже озвучивали ранее, соседи слышат, что за стенкой происходит что-то неладное, и это может привести к чрезвычайному происшествию, тогда стоит обратиться для того, чтобы специальные службы выбыли и проверили ситуацию соседей. Но все-таки понятие шуму каждого свое. Для кого-то ощущение тревожности одно, для кого-то другое. Коль поступило сообщение, мы его проверяем. Даже если через какое-то время поступает сообщение, что не надо, не приезжайте, все у нас хорошо. Мы должны убедиться действительно, что там не совершено какое-то насилие. Милиция это не служба такси, вызов, который можно отменить. Подробнее, Александр Михайлович, о той схеме, по которой работают ваши коллеги. Оператор принял сообщение, адресует его в тот райотдел, на территории которого оно совершено. Дежурный обеспечивает прибытие максимально быстрые сроки сотрудников. Это как может направляться в рабочее время участковый инспектор на обслуживаемый свой участок, так это может быть и другие сотрудники, работающие в единой дислокации. Дежурный видит, знает, кто у него работает. И подразделения охраны, и подразделения ГАИ прибывают иногда на семейный скандал. Для того, чтобы избежать большой беды, стараемся реагировать по мере возможности очень быстро. Поэтому в качестве первого наряда, визита для проверки, прибывает ближайший сотрудник района. Наверняка есть показательная цифра в тему разговора. Сколько в среднем в сутки по Гомелю поступает таких вызовов? Вызов, регистрируется вызов по Гомелю до 200. В зимнее время, в летнее время немножко мы растем до 300. Получается, в сутки город регистрирует это только по каналам линии 102, не считая тех визитов, которые граждане осуществляют в райотделы самостоятельно. Двигаемся дальше. Как понимаю, позже в дело вступают представители ЖЭУ и участковые, Олег Викторович, правильно? Да, действительно. Если это, как я говорил, в рабочее время ЖКХ составляются протоколы нашими, разбираются службами. Если это в ночное время, то сотрудники милиции составляют рапорт. Потом эти рапорты берутся, идут на место, выясняются, разбираются, уже составляются протоколы. И потом уже, как я говорил, эти протоколы на рассмотрение переведутся либо в суд, либо в администрацию района для принятия уже окончательных решений. И я скажу, что вот 2500 где-то мы за прошлый год составили протоколы, из них порядка 2000 были переданы в суд и по ним были вынесены решения. Александр Михайлович, я слышал, что штрафы за несоблюдение правил пользования жилыми помещениями, тут и шумные соседи, и все выше озвученное, достаточно невысокие штрафы, а потому нельзя их назвать действенной мерой. Как считаете, управу на тех же шумных соседей можно найти сегодня? Я считаю, что можно найти. И я думаю, что когда принимаются решения администрациями, судьями, они учитывают биографию того или иного нарушителя, ну и прибегают уже к различным нормам штрафа. Поэтому я думаю, что эти отношения могут быть отрегулированы. По тем протоколам, которые были составлены нами передан в суд, где-то порядка 100 тысяч рублей в сегодняшнем день, то есть это миллиард старыми деньгами, было взыскано в пользу государства штрафов. То есть и на сегодняшний день, в соответствии с кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, по данной статье предусмотрено от 10 базовых до 30 базовых на физическое лицо. За нарушение правил пользования жилыми помещениями. То есть шум, вот это то, что мы сейчас обсуждаем. Но, к сожалению, зачастую, идя навстречу тому, что это первый раз, что человек покаялся, ну обычно выносятся и иногда предупреждения, иногда довольно меньше суммы. И это нормально, но если случаи участились... Но есть у нас такие, скажем, уже постоянные наши клиенты, которые заставляют работать вот в данном направлении, то там довольно серьезные штрафы, и, как правило, на данную категорию граждан зачастую это воздействие оказывает довольно серьезное. Это главная тема, и мы продолжаем. Тысячи жалоб сосед на соседа ежегодно рассылаются во все инстанции. В ЖЭУ, милицию, исполком и санслужбы, и даже в администрацию президента. Каждая с кликом о помощи. Как решаются такие споры, и кто действительно поможет вам в похожей ситуации. Отношения соседей правовые и личные. Сегодня это главная тема. Сегодня в студию на Пушкино-8 мы пригласили и представителей ЖЭУ, у которых есть что сказать в тему разговора. Предлагаю выслушать. Пожалуйста. Я заместитель директора Кыжи Рубсельмашевская, Пеняев Игорь Николаевич. Просто хотелось бы рассказать такой случай. Есть у нас 145 на сегодняшний день жилых помещений, где находится общая кухня. И там не то, что квартира жалуется на квартиру, а именно сосед комнаты жалуется на соседа другой комнаты. Один сосед решил делать ремонт, другому не понравилось, написав жалобу. ЖЭУ должно отреагировать на этот вопрос, рассказать правила проживания. В отместку другой сосед жалуется, что у человека находятся кошки, незарегистрированные. Причем большое количество чаще всего. К нам и такие истории поступают на горячую линию. А как у вас? И у нас же то же самое, что получилось около 8 кошечек. В одной квартире? В одной комнате. И, конечно, были вызваны все службы, составлены протоколы. В ответ эта жительница уже в следующий раз не пустила вообще жильца в квартиру. Пришлось работникам ЖЭУ совместно с участковым инспектором вскрывать квартиру. И долгое время хозяин своей комнаты не мог попасть в свое жилье. То есть часто вам и вашим коллегам приходится быть и психологом, и дипломатом? Да, можно сказать, мы как полный пакет или полный чемодан в одном лице. Все включено? Да, все включено. Ведущий юрисконсульт Кожируп Железнодорожная. В организации ЖКХ действительно поступает очень много, к сожалению, необоснованных обращений. Так, допустим, за прошлый год по линии из ВВД Железнодорожного района в нашу организацию поступило 909 обращений по поводу нарушения жильцами и правил пользования жилыми помещениями. Однако нашли действительно подтверждение только 192 факта, то есть 21%. Ну, как курьезно, можно привести пример, когда супруги развелись, и один из супругов жалуется на другого супруга, что он, проживая с малолетним ребенком, содержит собаку опасной породы. Когда мы приходим, выясняем, оказывается, там собака-болонка, породы-болонка. Плюс, допустим, людей раздражает, плачет детей. Женщина воспитывает двоих детей, дети малолетние, ну, плачут, соседи опять мешают. Очень в этом году мы встречали все Новый год. Однако очень много поступило опять-таки обращений, что после 12 играет громкая музыка. Люди празднуют, салюты, встречают Новый год, но поступают вот такие обращения. Я бы хотел добавить такой немножко курьезный случай. Будучи летом в Берлине и проезжая мимо одного дома, мне сказали, здесь проживает канцлер Германии Ангела Меркель. И буквально неделю назад она пожаловалась на своего соседа, руководителя партии социалистов, за то, что он отмечал громко какой-то свой праздник, шумел. Поэтому, как видите, это присуще не только, скажем, нашим простым гражданам, но и сильным мира всего. Ну, чтобы разбавить ситуацию, немножко я расскажу такой коротенький анекдот, что давотворище общаются, они говорят, у меня какие-то соседи странные живут в доме, в подъезде все время. Стучат, шумят, вот два часа ночи стучат по трубам, стучат в стены. Говорят, хорошо, что я в это время не сплю, играю на гармошке. А если серьезно, как-то мы упустили еще одно гиперактуальное направление – работа с профессиональными жалобщиками. Насколько эта проблема, эта тема актуальна для нашего региона? Ну, это, вы знаете, не настолько актуально, сколько, наверное, я бы сказал, даже болезненно, в частности для системы ЖКХ, поскольку у нас есть такие жалобщики, которые действительно, вот у меня, я приводил пример, более 300 обращений от одного человека в различные инстанции в Жлобинском районе было. Причем жалуется этот человек на всех. На все, абсолютно на всех, на все. И вот это как один из примеров. Много примеров, это, конечно, в Гомеле. Мы их знаем все, вот наши, мои коллеги подтвердят, мы их всех буквально знаем в лицо. Мы неоднократно встречались, то есть это что? Это, опять же, приходится человеку ехать, общаться, встречаться, то есть неоднократные комиссии какие-то создаются. Это, опять же, отвлечение людей от основной работы, где действительно необходимо, может быть, людям помощь. Опять же, финансовые огромные затраты и так далее. Поэтому таких примеров у нас действительно очень много. Сергей Иванович, я уверен, и вы неоднократно сталкивались с похожими историями. А может быть, мы просто приучили граждан писать жалобы и по поводу, и без повода? Ну, здесь закон об обращении граждан, юридических лиц, он у нас претерпел определенные корректировки. И все-таки акценты расставлены не только в части прав граждан, но и обязанности, и возможной ответственности. То есть вот хотелось бы призвать профессиональных жалобщиков, я вот хотел бы подтвердить слово сказанное, такие люди во многом известны в городе, то есть вплоть до того, что они успевают в течение дня посетить несколько структур, побывать на приеме, оставить везде по жалобе по той или иной. А может быть, для них это возможность самореализации? Возможно найти, так сказать, применение своему свободному времени, понимаете, заявить о себе в какой-то степени, то есть пообщаться, может быть, лишний раз. Поэтому я все-таки хотел бы призвать граждан к тому, чтобы они помнили не только о правах, но и о возможной ответственности, потому что рассматривая те или иные обращения, отмечая, что на грани определенного правонарушения подан документ. И все-таки, конечно, и беседуя с людьми, предупреждаешь, хотя есть конкретные примеры уже привлечения граждан к ответственности, в том числе по состоявшимся обращениям. Добрый вечер, меня зовут Родик Олег Николаевич, я заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ. Ну, ситуации бывают очень разных, профессиональных жалобщиков у нас есть определенное количество, допустим, бывает, вот обращается к нам регулярно одна женщина из города Гомеля, ей кажется шумом. Она идет якобы от СТП, где происходит подкачка теплоносителя в здании и подогрев горячей воды. Ее квартира находится порядка 50 метров от данного СТП. Допустим, от людей мы приезжали с представителями и администрациями, и с представителями других структур, однако никто ничего не слышит. К соседям также никто не жалуется. Но вот человек как бы... Но тем не менее, службам ЖКХ и другим службам приходится ежедневно, еженедельно отвечать на обращение того или иного гражданина, правильно? Да, это имеет место, мы уже, наверное, около десятка раз с ней общались, вот я лично общался, и вот, как говорится, и ныне там, мы не можем как-то ее удовлетворить, потому что проблем это и нет. Допустим, это один пример. Другой пример, допустим, казалось бы, молодой человек затеял доброе дело, у них в доме была проблема с горячей водой, там на несколько градусов буквально температура не дотягивала. Дом строился уже достаточно давно, строился организацией с ходспособом, но мы попытались помочь, разобраться, малыми силами не получилось. Дом сейчас заказали проект для того, чтобы изменить систему инженерного дома, но он регулярно приходит на прием, там, и в горы с полком, и к нам, и в Кожеруб, хочет постоянно, ежеминутно, ежечасно буквально следить за ходом проектирования объекта и так далее. То есть, вот, выразить этим свою гражданскую позицию, там, обращается к жильцам, то есть, давайте вместе сходим. Соберем подписи, напишем обращение. И он делает так же регулярно, да. Хотя мы проводили собрание, в том числе и с представителем депутатского корпуса, все были разъяснили, дали конкретные обещания, то, что мы сейчас выполняем, но, однако же, вот так. Знаю, что вы специалист опытная, самая большая стопка обращений от одного гражданина. Сколько занимает место на столе? Ну, я думаю, что если все обращения, то не менее метра будет. Это только те, которые поступили к нам, а в других организациях... От одного человека? От одного человека, да. Это повод задуматься. Мы уже говорили, что как только ситуация запутывается, да не могу, часто гомельчане обращаются за экспертизой. Какие проблемы наиболее актуальны, к примеру, зимой и весной? У права, Александр, определенные сезонные собращения граждан прослеживаются. К сожалению, с началом отопительного сезона в Центр Игены поступает, ну, не только к нам, во все инстанции, я думаю, множество обращений на шум именно теплового оборудования, которое расположено либо в подвальных помещениях, либо в пристроенных. И надо сказать, что те обращения во многих случаях имеют подтверждение. Летом же ситуация другая, открываются окна, люди слышат то, что зимой, может быть, и не слышали, становится четче слышно музыка из кафе, разгрузка автомобиля какого-то в магазине, который расположен рядом, или игра тех же детей во дворе. То есть поэтому такая вот сезонность прослеживается. Как проводится эта самая экспертиза, допустим, по уровню шума, по замеру уровня шума? Измерение уровней шума или той же вибрации, они вроде как в идеальной ситуации вполне себе несложная процедура. То есть берется прибор, включается, и по определенной методике производится измерение в определенных точках, которые потом обсчитываются. Но по факту для правовой оценки ситуации, вообще разрешения этого обращения в ту или иную пользу, нужно оценить не просто какой-то уровень шума на территории, но оценить вклад конкретного, будь то кондиционера, будь то магазина или колонки на здоровье человека и его вклад в превышение гигиенического норматива в данном месте. Поэтому вдобавок мы имеем разные нормативы для дневного и ночного времени, которые тоже заставляют подстраиваться под эту ситуацию. И поэтому значительная часть измерений проводится именно ночью, чтобы уже четко моделировать ту ситуацию, которая вызывает дискомфорт и беспокойство у человека и, возможно, оказывает влияние на его здоровье. То есть и в 23 вы выезжаете на место? Как раз-таки после 23 ночные замеры все и проводятся. И тут нужно сказать, что большое значение имеет качество проведения замеров. Но по нашей лаборатории практически все специалисты работают опытные, они знают все тонкости и нюансы. В принципе, в группе акустики опытные люди, которые позволяют довольно объективно оценить ситуацию на месте. Итог экспертизы. Может ли служить веским аргументом, к примеру, в решении суда? Я думаю, как раз-таки результат замеры и будет самым веским аргументом в решении суда, потому что объективный метод исследования, который мы никак на него не влияем, это показания прибора. Дела семейные, отношения соседские. Сергей Иванович, много ли подобных историй действительно сегодня в Гомеле и Гомельской области доходят до суда? Ну да, конфликты имеют место быть соседские, семейные, как вы говорите. Опять-таки есть точки соприкосновения, да, как-то соседняя стена, потолок. Больше всего приходится работать по фактам затопления квартир. То есть это, наверное, один из самых популярных случаев, с которыми нам приходится работать. Но не только ведь подобные случаи, они имеют место быть. Иногда конфликты перерастают в правонарушения. Бывает так, что вот подобная ситуация, она спокойно может и в преступления перерасти, к примеру, которые приводились. Поэтому приходится опять-таки работать со всем спектром последствий, наступающих в ходе конфликтов. Но когда все-таки так или иначе касаешься уже непосредственно разбирательства, понимаешь, что хороший разговор, он решил бы многое в том, что касается того или иного конфликта. И самая большая проблема, иной раз, просто заставить стороны поговорить с друг другом. И все-таки кто-то скажет, обращение в суд, мировая практика, а для большинства, что уж тут греха таить, это все-таки совсем другое отношение к этому, иное. Это и деньги, и время, и нервы. Зачем на это тратиться? Ваш совет. Если нет другого пути, то что делать? Хотя, если приводить пример того же затопления, цивилизованный способ разрешения вопроса – это страхование. Тот путь, который устраняет межличностный конфликт. То есть вступает та же страховая компания, которая участвует в разрешении того или иного спора, уже непосредственно со своим участием. И вот опять-таки здесь уходит конфликт между соседями с учетом присутствия третьей стороны. А как насчет тех самых шумных соседей, на которых огромное количество жалоб, решения суда часто ли являлись веским аргументом, чтобы остановить развитие ситуации? Здесь, в общем-то, проблема-то и состоит в том, что не всегда соседи идут правовым путем. То есть они много высказывают, они пишут ту же администрацию, они пишут различные станции, вместо того, чтобы четко, последовательно выстроить свою позицию именно с правовой точки зрения. Собрать ряд протоколов, собрать ряд постановлений, и дальше уже на этом основании делать соответствующие выводы. Я скажу, что повторность, она, как правило, после второго-третьего случая не наступает. Прежде чем идти разговаривать с соседом о ситуации, которая вызвала столько раздражения и напряжения, можно даже позлиться перед зеркалом, выругаться. И что еще очень важно, определить свою позицию. Что же я хочу выяснить? То есть и начинать лучше не со слов, я бы хотел, чтобы ты. Это уже конфликтоген. Предложение, которое вызывает раздражение у собеседника. А лучше начинать со слов, я хочу спокойно отдохнуть сейчас. Не могли бы ли вы? Да, не могли бы вы. Или подумать еще о том, на какие, может быть, компромиссные решения вы сами готовы пойти. Сегодня наша тема, всем уже понятно, она озвучена, она вот показана здесь, перед нами. Но все-таки соседи у нас и есть отличные, и хорошие отношения, и их много таких отношений. Поэтому, может быть, следует продолжить соседей воспитать как дипломатов, соседей воспитать как дипломатов, используя вот разные психологические моменты, методы психологии для того, чтобы надо учить наше население этому. А у вас соседи хорошие? Отличные. Переходим мы больше к философии, мне кажется, к концу программы. И все-таки, Сергей Иванович, а насколько может в проблемных ситуациях помочь медиация? Не путать с медитацией, хотя медитация тоже, возможно, в помощь. И все же, медиация, в какой ситуации может действительно стать тем самым рычагом решения конфликта? Вообще, институт медиации, это, в общем-то, новый такой для нас подход. Если говорить упрощенно, это способ примирения конфликтующих сторон. Достижение мирового соглашения между ними. Конечно, между конфликтом и судебным каким-то спором желательно попробовать хотя бы сесть за стол переговоров. Желательно посетить того же медиатора с тем, чтобы достичь каких-то точек соприкосновения в том или ином вопросе. Поскольку ни один спор, он не ведет к тому, что отношения будут продолжаться на том же уровне. То есть, чтобы было понятно зрителям, медиатор это специалист по примирению. Да, примиритель, который хотя бы дает возможность сесть за стол переговоров и поучаствовать. Потому что медиатор это человек, который не только обладает определенными правыми, но и психологическими знаниями, которые способствуют достижению того или иного компромисса в возникающем или нарастающем конфликте или споре. А также способствует не доводить дело до суда? Конечно. Потому что медиация, она может быть как судебной, так и внесудебной. Медиация достаточно новое направление для Беларуси и в целом. На Гомельщине услугами медиаторов активно пользуются? Ну да, уже можем сказать, что институт заработал. Благодаря во многом и тому, что мы неоднократно уже и с использованием ваших возможностей на телеканале эту тематику обозначали. Хотя бы есть уже восприятие того, что это за институт, и люди потихоньку перестают путать медиацию и медитацию. Олег Викторович, буквально коротко, время подводить итог. Сегодня достаточно много и острых проблем, и актуальных озвучили. Вы пришли, я так понимаю, к выводу, воспитая в себе дипломата. Да, Александр, наверное, итог передачи такой, что все-таки людям необходимо уметь договариваться, что людям необходимо, вот все-таки я призываю наших граждан более активно участвовать в тех же собраниях, которые проводятся, при капитальном ремонте, при текущем ремонте. Все-таки люди должны привыкнуть к тому, что они уже хозяева своего жилья. 97% жилищного фонда принадлежит гражданам на сегодняшний день. А самое главное призываю, чтобы люди все-таки более внимательные были к тем, с кем они живут, и уважали себя, и, конечно, уважали тех, кто возле них. Это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии, на Пушкина 8. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ